здравствуйте дорогие коллеги да мы с вами коллеги потому что все мы занимаемся на земле одним и тем же делом исправлением себя человек приходит в этот мир чтобы исправить себя обратите внимание прежде чем любой предмет появится там ну вот у меня тут пепельница да вот пепельница появилась прежде чем она появилась какой-то конструктор продумал в голове что для чего она нужна вот люди курят хорошо бы было бы если бы я имел что-то где потушить я как пример говорю и вот тогда рождается в голове какого-то конструктора мастера какая-то условная такая духовная мозг в голове находящаяся пепельницы потом человек уже как мастер там какой-то делает эту пепельницу то есть любой физической вещи на земле предшествует духовная модель без этого не может быть ничего у человека на небе перед тем как он приходит в этот мир тоже имеется его идеальная духовная модель та модель которая ну вот задумана богом в идеале да и через 120 лет когда мы приходим в мир истины мы сравниваем вот тот суд о котором знаменитый говорится это сравнение того что могло быть того что какие силы тебе на что были даны и того что ты сделал вот и все вот вот вся сложность это мир устроен так что если у человека есть какая-то сила если у человека есть какие-то таланты если какие-то возможности они не даны им просто так от нечего делать никогда такого не будет это значит что именно в этом направлении именно тебе даны специальные такие особые силы или не особые силы но идеальные для тебя и не бывает испытания написано бог не посылает человека в этот мир испытаний без того чтобы имелась возможность их пройти без тем набором индивидуальных там кому-то нужно прыгать длину кому-то не может даже шаг сделать но это не потому что вот так устроена потому что им это не нужно люди ищут какие-то сложности не не в себе наружес в людях в родителях на эти есть такие вот есть люди обижаются на родителей что-то не так с детства сделали или сегодня не так что-то но сказано в каббале не так сказано что родители абсолютно идеальные с точки зрения того какое исправление вы должны пройти в этом мире со своими индивидуальным набором качества и не ничего случайного не бывает сказали мудрецы так заведено что человек видит недостатки у всех кроме себя поэтому мы пришли в мир исправляться поэтому нам тяжело видеть свои какие-то проблемы человек выискивает что неправильно у другого осуждает его для себя же он находит десятки оправданий ему кажется что он чистый праведные вообще мире подобного нет это не так сказали мудрецы что человек должен искать наоборот недостатки в себе и неправильное поведение а других судить только благоприятно вообще даже если кто думает что он сам кузец своего счастья на этой земле он всегда вот добился своими руками придет время написали мудрец он убедиться что он не хозяин своей судьбы божественный план реализуется и через тех кто отрицает саму возможность существования этого плана и через тех кто думает что может изменить его отменить все все это не так смотрите как устроен мир солнце светит всем причем одинаково вот оно солнце берите да не берется плата за самый главный большой поставщик энергии солнце это только маленький слуга бога это бокс нас ничего не берет мы ему ничего не надо а чек спрашивает почему у меня там что-то не так или там это все равно как спросить почему я нет электричества в доме предварительно отрезав шнур разрезать поломав все что можно было поломать он спрашивает чего не светит поэтому нам надо как бы на земле идет схватка до всегда и внутри человека между добром и злом и наружная так сказать причем нет написано сегодня в этом мире нет чистой до куда зла и чистого добра все немножко перемешано единственное что то стопроцентность это в следующем мире а мы всегда уверены на сто процентов что мы сто процентов чем-то правы или нет просто процентов я обожаю одну короткую историю есть на ними ангел отвечающий за сто процентов говорят что это большой такой слой серьезный ангел но он спит он любит спать и вот он спит но когда на земле кто-то произносит сто процентов тот ангел просыпается и конечно же делает все чтобы не получилось и так люди получают недостатка нет люди получают сто процентов энергии они трансформируют его в своей жизни или в добро или в зло есть еще третий вариант просто в навоз но это такое человек превращает себя в хорошо развитое высокообразованное животное а бога превращает такую ну как бы доброго пастуха в лучшем случае у которого надо побольше выпросить еды хорошо сделали там получаешь дополнительную пайку и вот что что у нас получается у нас получается очень простая вещь мы приходим в этот мир не по своей воле мы живем не по своей воле мы уходим не по своей воле мы выполняем задачу и наша задача исправить этот мир исправить от берр себе не 0 и вас правлят где-то там далеко и надо помнить одну вещь всевышний оправдывает надежды которые мы возлагаем на него настолько насколько человек полагается на Всевышнего, а не настолько, насколько говорит. Брахава и Аслаха.